Мы гражданские активисты и правозащитники Казахстана, которые не были приглашены и не смогли участвовать в гражданском форуме Центральная Азия Европейский Союз. Мы глубоко обеспокоены тем, что во время визита министра юстиции Казахстана в Брюссель 29-30 сентября 2021 года Казахстан получил высокую оценку в право человеческом измерении со стороны представителей Евросоюза. В качестве положительного примера используется проведение гражданского форума Центральная Азия Европейский Союз в городе Алматы 5-6 октября 2021 года. Мы сожалеем, что гражданский форум Центральная Азия Европейский Союз используется репрессивным режимом Казахстана для отбеливания своей репутации на международной арене. Это происходит на фоне усиления политического давления в отношении гражданского общества и оппозиции. Каждый день в разных городах идут политические суды. Растет число политических заключенных и преследованных за инакомыслием. С 2020 года в Казахстане произошло 6 политических убийств. И никто из убийц не понес наказание. Казахстан подписал меморандум со СБЕРом по сдаче цифрового суверенитета России и Китаю. Режим Назарбаева преследует мирную оппозицию ГВК и Кушепартия СН. За критику власти, но сотрудниче с настоящими террористами Талибана. Парламент Казахстана законодательно хочет запретить работу независимых социальных сетей и мессенджеров. Адвокатам вводят запрет публично освещать в средствах массовой информации и социальных сетях резонансные и политически мотивированные дела. Казахстан в полушаге от железного занавеса и электронного концлагеря. У нас преследуют за требования у посольства Китая освободить жертв репрессии концлагеря Синьцзяне. Поэтому мы обращаемся к председателю Европарламента Давиду Сассоли и Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель с требованием о введении персональных санкций в отношении нарушителей прав человека в Казахстане на основании нарушений рекомендации резолюции Европарламента от 11 февраля 2021 года и глобального санкционного режима Евросоюза. Список тех, кто должен попасть в санкции. Нурсултан Назарбаев, глава Совета Безопасности. Карим Масимов, глава КНБ. Гизат Нурдаулетов, генпрокуратура. Руслан Мажитов, судья, вынесший тайные решения по запрету мирных движений КУЩЕПАРТИАСС и ДВК. Ерлан Тургамбаев, глава МВД. Мы просим обеспечить эксклюзивное и репрезентативное участие организации гражданского общества в гражданском форуме «Центральная Азия Европейский Союз». Отсутствие широкого круга представителей гражданского общества Казахстана среди участников этого форума способствует дискриминации и лишению голоса правозащитников, которые последовательно критикуют власти Казахстана за политические убийства, пытки, системное преследование оппозиции. Мы рассчитываем, что наши голоса услышат также специальный представитель ЕС по Центральной Азии, Тельфакала и специальный представитель ЕС по правам человека и Монгеймора. Мы обращаемся с просьбой поддержать наши предложения председателю комитета по иностранным делам Дэвиду Маккалестру и председателю подкомитета по правам человека Марии Ариной. Коррумпированный режим Назарбаева заботится лишь об одном, как удержаться у власти любой ценой. Мы хотим, чтобы Казахстан стал государством права, а границы были безопасности. Помогите нам в этом!